Сегодня у нас получается демо урок дебокс практики инструментов стратегии деплой для эффективной разработки. Давайте отпишемся получается в чате, что мне хорошо слышно, что вы присутствуете. Отлично. Угу. Всех приветствую. Как бы мне сделать так? Угу. Меня зовут Тимур Романович. Я работаю в большой компании девопс инженером и попутно занимаюсь также в своей команде и СРЕ практики. Также я преподаю на курсе ОТУС преподавателем по девопс практик и инструменты девопс. Так, правила вебинара. Активно участвуем, задаем вопросы в чате и получается я вижу вопросы в чате и отвечаю, но могу не сразу ответить. Так, в общем, получается наш маленький маршрут вебинара начинается с знакомства ОТУСе, методологии девопс, стратегии построения ICD, стратегии деплоя. И немножко потом, получается, поговорим о курсе, программе обучения ОТУСе, ну и о рефлексии. Я хотел узнать, получается, ваш бэкграунд, может быть, кто-то уже работает в IT отрасли, может быть, уже имеет какие-то технические навыки. Вот, было бы очень интересно узнать у вас. Если что, включаемся в диалог, пишем. Ну и с какой основной целью вы пришли на эту ДМЗ-запись, что вы ожидаете? В конце курса, в конце демо было бы классно получить обратную связь, как вы видите, этот курс. А что вы хотите научиться? Какие технологии хотели бы пройти? В общем, вливайте диалог. Мы здесь для этого. Если у вас нету какого-то технического бэкграунда, то ничего страшного. Александр пишет. Работа с системным администратором, интересно расти в области девокс. Решил для того, чтобы установить новое или подкрепить то, что уже знаю. Да, Александр, я на самом деле тоже начинал с системного администратора. Сначала Windows-машина, потом Active Directory настраивал на винде немножко сервера с камерами. Потом, получается, уже начал заниматься Linux-администрированием. Мне вот интересно, вы администраторы в области Windows-Linux-машин? Александр, похоже, немного занят. Отлично, отлично. Все начинается с малого, потом, как я понимаю, башки, ты свои. Еще один наш товарищ, 35 лет войти, начинается. Неплохо. Интересно, а сейчас Cisco вообще поддерживается? Интересно, в общем, владеемся ICD с точки зрения деплоя. Да, Java – это мой любимый язык программирования, на самом деле. Я тоже начинал с него. Вот. Приступим тогда. О ботусе. В общем, мы создаем авторские онлайн-курсы для IT-специалистов разных уровней подготовки. Начиная от junior, заканчивая, длит, но, конечно, не заканчивая. CTO, CTO и многое другое. Вообще, отус – это онлайн-школа, которая занимается именно больше переподготовки. То есть, в отусе больше приветствуется человек, который больше с бэкграундом. И также хотел сказать, получается, что в отусе есть образовательная лицензия, то есть полноценно подтвержденная лицензия, которая является, которая котируется в других учебных учреждениях или каких-нибудь IT-компаниях. И также, если кому интересно, после прохождения онлайн-школы отус, также делаем налоговые вычеты, если не ошибаюсь, 13%. Поэтому мы можем получить удостоверение повышения квалификации и дипломе профессиональной переподготовки. Я вот, например, в ХХРУ себе выхожу на курсы, получаю их, вывешиваю, потом на собеседование. Может, кто-то обратит внимание. Согласен, согласен, Дмитрий. Продолжим тогда. Для того, кто в танке, у нас большое направление курсов, начинающих как с программирования, таких как фронт-энд, бэк-энд, мобильная разработка, iOS, Android, то есть это Kotlin, это Java, если кто-то интересуется в плане мобильной разработки. Инфраструктурные, получается, курсы, SRE, DevOps и многие другие. QA, такие как фронт-энд, бэк-энд, то есть Selenium, Moki, Аналитика, DataSense, управление персоналом, ну и этот, геймдев, конечно же, и с информационной безопасностью. Так, стратегии деплоев для эффективной разработки. Приступим. Цель вебинара. После занятия вы сможете ориентироваться в практике DevOps, ориентироваться в стратегии деплоя. То есть сегодня я хотел, получается, немножко поговорить, что такое, получается, деплой, что такое релиз, что такое пайплайн и что это за методология CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Давайте поговорим, получается, про основы DevOps. В общем, методология DevOps, и как она вообще выросла, методология в полноценную профессию. Вот. Я попутно буду рассказывать свой опыт в плане DevOps, как я его лично вижу, о методологии в дни разработки и опсов, то бишь системных администраторов. Если говорить с самого начала, наверное, нужно перейти к Адамееве, когда появлялись только, получается, программные такие, ну, программы, например, я хочу взять какую-нибудь таску такую реальную, а именно банковское приложение, которое, к примеру, написано на... Так, Татьяна. Добрый вечер, коллеги, работаю с Cisco и Linux. Так, и ушла рекрутеры. Отличный опыт, на самом деле. В общем, представим ситуацию. У нас есть какое-то банковское приложение. Написали очень много модулей. В скором времени будет релиз, фикс какой-то. И разработчики написали неплохой софт, он работает. Конечно же, у них на локальных компьютерах все отлично отрабатывает. Но есть большая проблема, что они не могут... Они не знают, как работают серверные части. Нужно идти, получается, девом, то бишь, девелоперами, разработке системным администратором, и объяснять. Вот у меня есть, получается, мой джарник, мое приложение. Оно у меня локально все хорошо работает. Нужно его поместить, получается, на сервер. А системные администраторы, так как не сильно знают, как работает их джавовское приложение, как его правильно запускать, не понимают. Получается, по документации у них тоже ничего не получается. И каждый, в общем, на друг друга ругается. А время идет, обновления так и нет на стендах. Это огромная проблема была с релизами. Это была прям боль. И бизнес сказал, что нет, нам нужно, получается, что-то делать с этим, нам надо как-то решать эту проблему. И так, наверное, и появилась методология девопс. Девопс, которая подразумевала запланировать, получается, кодовую базу, решение какое-то, после чего начать уже программировать, писать свой продукт. После того, как мы его уже спланировали, скодили, он даже, на самом деле, сбилдился. Наше джавовское приложение все сбилдилось, скомпилировалось. Идет у нас, получается, дальше по методологии девопс тесты. Вот, с тестами все хорошо, все прошло. У нас, мы идем, получается, вот этот наш джарник, вот этот наш приложение. Получается, как-то надо его запихнуть на сервак. А с этим прям капитальные проблемы у разработчиков, как я и говорил. Человек девопс по методологии, который объединяет две практики, две компетенции как разработчика, как системы администратора, быстро понять, как зарелизить продукт на сервер. И вот, как вы видите на диаграмме, у нас, получается, идет релиз, деплой. После этого мы начинаем мониторить наш продукт, все ли хорошо с ним, не пятисотит ли он, отрабатывает именно так, как мы хотели, как мы его запрограммировали. Следующее, я хотел поговорить насчет целей, зачем вообще нужна методология девопс. Методология девопс, в первую очередь, это улучшение процесса разработки и эксплуатации программного измечения. То есть, релизы стали более чаще, более, получается, улучшенные, более, более качественные и более частые, как вы понимаете. Ключевые аспекты. Аспекты автоматизации повторяющей задачи, то бишь, непрерывной интеграции и доставки приложения на стенды. CI-CD. Мы немножко поподробнее расскажем, что такое аббревиатура CI-CD, то есть методология. Мы решаем проблему реализации доставки программного измечения на стенды с помощью инфраструктуры. Инфраструктуры можно, получается, сделать ручками, но это не наш способ. Наш способ более лучше – это инфраструктурный код. Реализация всей нашей инфраструктуры через код. То есть, мы ручками прописываем, получается, шаги, что будет происходить, как будет меняться наша инфраструктура. Сначала, как я показывал в диаграмме, сначала приложение сбилдит. Мы написали, получается, какую-то автоматизацию, какие-то скрипты, которые сбилдит наш продукт. После чего он протестирует, может быть, Моки какие-нибудь, может быть, Селениум, что это зависит от нашего продукта, что мы будем билдить. И потом мы, получается, можем с помощью тех же самых стриптов или инструментов отправить его в доставку на стенды. Преимущества – увеличение скорости, уменьшение рисков, ну и повышение качества. Для бизнеса – это одно из самых главных качеств. Так. Вопрос. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Я буду только рад ответить. Пока что перейдем к следующему слайду. Вот мы и дошли до долгожданных пайплайн. Что это за непонятное слово, что это такое девопсы, пайплайны, какие-то трубы. Пайплайн с перевода на английское – это труба. То есть, а при чем тут труба и реализация CICD? Дело в том, что мы, как девопсы, мы, получается, разрабатываем сценарий, скрипты, которые позволяют нам очень быстро реализовать билд-приложение, тестирование и реализацию деплоя. Вот. Девопс – методология объединяет разработку и операции. Операции подразумевает УПС, то бишь системных администраторов. Вот. Определение. Серия автоматизации этапов для разработки, тестирования и доставки программы обеспечения. Цели. Как мы, в принципе, на прошлых слайдах и говорили, это ускоренный процесс уменьшения ошибок и повышения качества релизов. Так. Про преимущества автоматизации. То есть, человек не должен сам перекидывать вот эти джарники, архивы. Это все уже реализовано скриптами. Видите. Так. Если что. вопросов нет, то пока что все значит понимаем. В общем, под пайплайнами мы подразумеваем набор скриптов, которые позволят нам реализовать build, test, deploy. На данном слайде вы можете заметить, что тут, в принципе, и происходит отработанный пайп. только он в инструменте Jenkins, если кто работал. Если кто-то работал с аналогами, обязательно пишите. Вот. я работал в своих компаниях предыдущих на Jenkins, был опыт в текущих ситуациях это GitLab. Мы переехали на GitLab. пайплайнами Но, в принципе, суть не меняет. Что там труба, что там пайплайн. Так. Да, конечно, будет запись вебинара. Александр с GitLab сиай работал. Отлично, на самом деле, инструменты. Я товарищи еще слышал, они работают с другими инструментами, уже такими экзотичными. Bamboo кто-то вообще все реализовывает на скриптах башерских бедолаги. Так. На слайде хотел сказать, что у нас в Jenkins'е происходит билд, потом получается тест интеграционный, потом получается тесты по функционалу, потом, как я вижу, получается нагрузочное тестирование и секьюрное. Вообще, я бы еще добавил SonarCube для анализа кода и линтеры. У меня получается в моей работе это ангулярка, то есть фронтовая часть и бэкэнд. В бэкэнд у нас C-Sharp был дотнетовский, монолит, сейчас мы его распилили на C-Sharp, ой, на гошку перешли. Вот. Недавно добавили, получается, линтеры. Вот. Перейдем к следующим слайдам. Здесь отрывок, в принципе, с пайплайна Jenkins. Мы видим, получается, маленький отрывок, видим, получается, пайплайн, выбрать агента, на котором будет происходить build any, то бишь, запустить на любом доступном агенте. Следующим мы, получается, уже идем по скейджам, то есть по шагам check-out, то есть в дите мы переходим на нужную ветку, например, в мастер. Мы уже смержили, получается, в мастер. Все. Переходим на мастер. Все, конечно, склонировали. У нас наш агент уже все склонировал. Всю репозиторий коды и базы. Переключился на нужную ветку, например, мастер, и начинается билд. Тут как аналог, как пример будет Java, наша любимая. Мы Maven, получается, собираем пакеты. Тут какой-то должен быть ваш шаг по сборке Maven. Это нужно узнавать, как именно собирать ваше приложение. тесты Maven идут для юнит-тестов. Ну и сам деплой, где мы скриптом, например, SCP, FTP отправляем наше сбилдинное приложение на стенд. Сбилдинное приложение мы называем как артефакты. Артефакты, точнее. так. 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 Как раз про артефакты мы дошли. В контексте девоксов артефакты это файлы либо компоненты, которые являются результатом нашего процесса сборки. То есть мы будучи билдинг с помощью какой-то инструмента и получаем уже сбилдинное приложение там шартик например какой-то какой-то бинарник в общем его мы можем уже закинуть в артефакт. Это и есть будет наш артефакт. И мы им будем как это мы им будем получается отправлять то есть отправлять использовать артефакты позволяет разработчикам или системно-администраторам разработчик приложения артефакты могут быть программным пакетом библиотекой исполняемым файлом конфигурацией другим ресурсам необходим для работы приложения переходим получается к стадии деплоя поговорим немножко про деплой деплой это процесс установки и запуска программного обеспечения или компонентов рабочей среды то есть на стандых чтобы они стали доступными пользователям или систем или систем деплой может включать в себя следующие этапы подготовка тестирование развертывание мониторинг эксплуатация немножко поговорим про вот эту самую методологию ся сиди 1 integration континус delivery континус deployment вы уже работали вы уже знаете про данную методологию я вот например когда только начинал работать у меня не было представления что такое сиди сиди чем отличается континус delivery от continuous deployment да частая ситуация дмитрий дженкинс очень хороший на самом деле инструмент в наших реалиях мне он очень нравился он очень гибкий по сравнению с git lab хотя в новых версиях git lab многие фишечки появились правильное решение думаем сами решаем сами так какой на данный момент актуальнее изучать новичку углубленную ну честно говоря на самом деле вы должны понимать что в плане инструмента с айси ди это зависит от задачи я хочу сказать что у каждого инструмента есть свои минусы есть свои плюсы давайте возьмем получается всеми любимым дженкинс и всем всеми любимым особенно разработчикам git lab поговорим поговорим на самом деле про git lab git lab имеет получается уже это уже репозиторий который может хранить исходники разработчиков и он 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 также является функционал в виде написания icd своих же у него неплохой функционал он очень хорошо интегрируется с кубернетисом и что самое главное айтлайны которые пишут в git lab они на ямле то есть это очень элементарный понятный синтаксис в плане новичку это прям прекрасно особенно разработчики в компании очень сильно любят git lab они могут сами подправить пайплайны потому что синтаксис у него понятный элементарный что самое главное у него уже есть репозиторий я почти уверен что каждый разработчик уже работал с лабом у дженкинса нету своего получается ну это не хаб он у него нету получается хранилища кода но он получается в этом наступает git lab но в плане написания пайплайнов дженкинс более гибок у него есть очень много плагинов если вы прям хорошо пишите на джаве хорошо понимаете джаву вам очень нравится котлин груви то наверное все-таки дженкинс ван лав как я уже искал у него очень много плагинов у него есть множество вариантов написания пайплайнов можно писать декоративном стиле в плане у него есть получается свой язык который он использует для написания пайплайнов это груви это аналог дженкинс аналог джава вот если кто-то писал получается на котлине то груви очень легко в изучении так в общем как я уже сказал у каждого есть свой плюс у каждого есть свои минус кубернете к сожалению у нас сегодня курс демо урок посвящен развертыванию и деплою но я надеюсь что успеем поговорить про кубернетис у нас как раз получается все стенды все продукты в подах у нас все получается фронты бэки лежат в контейнерах некоторые бдшки не сильно нагружены тоже в кубере вот как раз недавно у нас появился бдшка новая интересная называется как руч как руч деби это кластерное решение пасгрей без вот этого патроне и тсд сразу из коробки вот а что такое нагруженное не сильно советует контейнер вот так приступим получается я хотел я немножко ушел от вопроса я хотел получается немножко рассказать про континент интегрэшн континент дэливери континент дэливери повсюду получается я вижу CI CD CD ничего не понятно что такое CI CD и почему там два CD континент integration то есть непрерывная интеграция которая подразумевает в себе автоматизацию процессов сборки то есть это какие крипты которые берут получается кодовую базу разработчиков там та же сама Java или NPM ARM то бишь фронты это все билдится получается какой-то артефакт какой-то бинарник и сразу получается добавляем какие-либо тесты для этой самого бинарника проверяем все проходит получается континент integration прошел все отлично континент delivery это автоматизация доставки артефактов то есть того самого бинарника который мы получили в ходе континент integration билда и отправляем в ту среду которая нам нужна получается в виде сервера я сейчас подразумеваю это или сервера или если это в контейнере или там в поде в общем delivery это просто доставка и прерывная доставка нашего продукта на стенд continuous deployment чем отличается continuous delivery от continuous deployment мало на самом деле доставить сам бинарник сам продукт сам артефакт нужно его правильно так сказать распаковать что ли а именно запустить автоматический запуск пейплайна в ответ на определенный триггер нужно правильно получается запустить наше приложение то есть например если это java то мало его доставить нужно его там ну например бетонным python main.py нужно быть какие-то библиотеки какие-то нужные флаги добавить вот из-за этого у нас появился continuous delivery и continuous deployment товарищи если у кого-то есть вопросы я буду ответить вот перейдем дальше к сайдам вопросы задаем вопросы в чате минусы если вопросов нет в общем больше активности мы рады отвечать на ваши вопросы получается delivery подразумевает с английского delivery подразумевает получается доставку кодовой базы а deployment это уже получается запуск нашего программного продукта вообще вот delivery с английского как доставлять ремаркет виктор пишет на примере контейнеров delivery только доставка например имидж регистри deployment распаков контейнеры из регистри на самом деле верно мы получается всякие как делаем мы получается описываем build а после того как мы сбилдили артефакт мы создаем еще один шаг а именно image build вот так назовем например и вот этот артефакт мы добавляем получается в докер файл пишем и туда получается пишем в докер файле копии копии получается вот этот артефакт и потом мы отправляем в регистри потом когда мы заходим получается в сервак наш агент jenkins агент gitlab агент он делает получается докер пул чтобы стянуть с нашего регистри и потом нужно запустить докер run например докер run или там докер компост ап минус d типа демон в общем спулили и запустили со всеми нужными параметами как демон был чтобы если переконялся если произошла доставка то старт версии стереть да у нас получается смотри если мы говорим про те же самые докеры то вот у меня есть harbor там там у меня в harbor есть разные версии контейнеров то есть если что-то пойдет не так то я просто беру и делаю докер пул или если это хэм вытянуть с нужной версии да надо обязательно тегировать наше приложение и потом просто по тегу такая-то версия вытянуть и поставить если мы например делаем откат либо хельм роллбэк если у нас кубернет из кластера вот отлично тогда если у нас вопросов нету то идем дальше если пишем то я обязательно читаю зачитываю и отвечаю стратегии деплоев мы сейчас немножко поговорим про стратегии деплоев получается какие они бывают давайте сначала зачитаем стратегии деплоев или развертывание планы и методы которые используют для доставки нового функционала или обновления производительного производственного окружения на стендах стратегия определяется как мы будем внедрять изменения рабочие стенды как будет мониториться результат то есть мы уже говорим про доставку точнее уже про деплои в контексте деплоев деплоев стратегии деплоев играет важную роль в контексте деплоев стратегии деплоев играет важную роль так как они способны быстро и надежно доставить изменения вообще на самом деле хороший хороший деплоев это тот который написал уже байп пайплайны и научил разработчиков используя те же самые пайплайны и он просто сидит отдыхает меняет какие-то пайплайны какие-то заменения но как это говорится хороший системный администратор постоянно отдыхает так как у него все автоматизировано так давайте немножко поговорим про стратегию деплоев на виртуальной машина в общем если мы сейчас немножко все вот эти новомодные контейнеризации администрации а все по старинке на виртуальной машине либо просто на какие-то сервачки железные получается поговорим про стратегию деплоев на виртуальной машине деплоев артефакт создания демона то есть мы получается вот такая таска представьте у вас есть дженкинс у вас есть получается ну или сядь гитлэп в общем мы получается сбилдили какое-то приложение например джавовская мы его передали доставили до этой виртуальной машины разными путями можно это сделать например там scp ftp в общем все мы уже получается джарник доставили до тмп файла директории все отлично у нас уже на машине следующее что мы делаем мы должны получается его раскатить у нас есть для этого bash скрипты то есть мы это можем реализовать с помощью bash скриптами либо дженкинс может дернуть sensible playbook который быстренько нам создаст демона либо получается какие-то bash скрипты уже заготовлены подменит жарник нужную директорию и запустит его либо если у нас например тестовая какая-то машина то есть она должна запуститься быстренько отработать и мерить ну то есть например тестовое нагрузки на тестирование мы будем использовать terraform я вижу маленькая ошибочка ладно не суть или vagrant я как раз получается настраивал машинки тестовые которые должны были подняться там джавусское приложение поработать немножко у него специально нагрузка была очень сильная а потом просто умереть и мы можем работать и реализовывать доставку с помощью связки terraform с ansible либо vagrant либо папе шеф ну или баш скрипты так отлично в контексте девоп стратегии деплоив на виртуальную машину подходит может подходить большое количество технологий как в принципе здесь правильно написано это все зависит только от ваших получается выборов то есть какие именно вы стратегии выберете какие именно инструменты вы возьмете может быть у нас большие любители пакет чеф ну или стандартный всеми любимый ansible так идем получается дальше стратегии деплоя в контейнерах что я подразумеваю получается стратегии деплоя в контейнерах например мы хотим у нас есть получается два сервака три сервака у нас есть фронтовые бэкэндовское приложение и мы хотим его запускать уже не на виртуалках а в контейнерах например очень хорошо подойдет доктор компауст либо аналог докера подман для справки одман имеет точнее не имеет вот этой горлышко именно в виде демона то есть если вы посмотрите запустите получается докер у него будет демон ну в процессах и это является как бы горлышком той опасностью которую например демон затупит все тормозит и все поломается у вас у подмана же такой уязвимости нету у каждого подмана свой демон вот в этой ситуации мы получается уже скомпилировали мы написали получается свой какой-то докер файл мы уже его отправили в докер регистри мы все уже на наших машинах делаем докер пул вытягиваем и запускаем докер компост например в виде фронта бдшки ну и бдшки я сказал бдшки фронта бэкэнда ну и бдшки и докер компост ап минус д в виде демона на моей практике не сильно нагруженные системы хорошо работают и ситуация не такая болезненная как с виртуалками и постоянной войной с зависимостями на одном серваке так переходим к самому спиаренному это оркестратор у нас получается в компании все деплоится и все все наши приложения в оркестраторах зачастую это кубернетис но если вы работаете в банках они как раз очень сильно любят опеншифты вот это как бы как поднастройка кубернетису там в принципе опеншифт не сильно отличается от кубернетиса он как по мне более надежный у него есть ряд своих плюшек например вот самое элементарное что было недавно я мне приходилось дашбордик в кубернетисе поднимать в опеншифте например дашбордик сразу поднимается кроме этого в опеншифте есть множество механизмов защиты которые нету в кубернетисе но обновление что-нибудь решит также если есть всякие интересные аналоги решения докера свором это получается оркестратор докера я честно вам скажу я на практике компаниях своих не встречал ну то есть точнее встречал но не работал это такое решение которое в принципе подойдет тем у кого кто хочет на самом деле оркестратор иметь из коробки докер свором в принципе это и позволяет иметь оркестратор из коробки вот но давайте немножко поговорим получается про кубернетис стандартный ванильный кубернетис кластер мы можем получается написать немножко будет ситуация с кубером а там есть так называемые манипес вообще скажите у вас уже есть какая-то база работы с кубером на практике да отлично на самом деле верно получается у нас есть деплойт демон сет сервис ингресс как будто прям все в одно получается опыт с кубером есть я вижу Александра отлично в общем вообще как я изучал кубер кубернетис это огромный это огромный монстр который состоит из маленьких монстриков как матрешка вот так я его рассматриваю в плане кубернетиса и если кому интересно по изучению кубера я вам советую на самом деле изучить его сущности из чего состоит кубер то есть есть хороший получается на хаб статейка называется кубер 5 кубернетис 5 бинарников то есть кубернетис состоит из 5 бинарников такая маленькая шутка получается кубан нет не в общем давайте начнем с самого начала есть бинарник кубернетис которые мы можем обращаться через него кубернетис например элементарная команда кубернетис что-то посмотреть например коды он обращается кубапи которая получает джессончик от кубернетис он следующий бинарник это дулер которая получается обрабатывает ваш запрос шедулер контрол менеджер который превращает текущее состояние желаем в текущее и база etcd отказоустойчивая ключ значения это его бдшка кубернетиса и билет который следит за кубером работает на виртуалках то есть на железе как демон с систем ctl вот на самом деле это и есть 5 бинарников смотрите из чего состоит кубернетис почитайте для чего они нужны и после этого можно уже переходить к сущностям кубернетис там например самая минимальная сущность под чем отличается реплика сетом лойтмана сет зачем нужен сервис зачем нужен получается ингресс и потом если все хорошо получается можно изучать отличия вся сенайки этот контейнер network интерфейс то есть это специальный плагин для работы сетью там фланел канику и другие либо какую ингресс поставить хапрокси нжнx или другие вот вернемся получается к нашему диплою мы к примеру у кубер есть манифесты манифесты это наши что именно должно получается происходить что это за сущность что она должна сделать например там под выполнить там например какую-то команду в общем манифест это как сценарий для кубернетиса и мы запускаем кубстель apply минус f и вот этот манифест который пишется в декларативном языке ябл в простом как в ансибл тоже яблский формат момент в плане кубстель это мы будем просто кубстель минус f apply делать его минус такой что нам нужно будет постоянно удалять манифест и это не сильно удобно если мы хотим что-то новое задеплоить это не самый хороший на самом деле выбор более лучше это хелленчарты хелленчарт это шаблонизатор это наподобие пакетного менеджера пакетного как апт или ям только для кубера недавно статейку читал кубернетис это новый линукс течка вот идем дальше сейчас давайте посмотрим может вопросы имеется так виктор департин подход должен быть и стремиться к этому состоянию мы сейчас про декларативный момент я не совсем понял вопрос если конечно вопрос или это больше утверждения если что маякните и так же получается накидывайте другие вопросы стараюсь ответить пока что перейдем к другому слайду да но тут как раз получается пришло время задавания вопросов буду рад ответить только если вопросов нету ставим минусы так так да про хелм немножко хелм чарт хелм чарт это как я уже говорил это что-то типа пакетного менеджера только для кубернетиса мы можем получается что я вам советую на самом деле в плане хелма я советую вам получается изучить немного кубернетис а именно кубцтл манифесты а потом мы начнем уже переходить к хелм чартам потому что хелм чарты это шаблон которым подразумевается сразу же уже готовый шаблон манифестов а именно деплойтмана ингресса сервиса секрета и конфиг папа вот эти непонятные словечки которые я сказал в виде конфиг папы секрета это все манифесты в которых будут например секреты храниться какие-то пароли зашифрованные конфиг папы вот например нам нужно поднять NGINX мы делаем хелм чарт хелм креет и название чарта например ап или там NGINX он нам разворачивает какой-то уже шаблон какого-то стандартного хелм чарта мы в него заходим начинаем получать его редактировать под себя там написано вот например в деплойтмане образ откуда мне качать ну этот контейнер и что там за контейнер NGINX указываем потом в деплойтмане там можно поставить реплики сколько у нас реплик будет это сколько у нас будет поднято тем же приложением то есть реплики чтобы нагрузка могла распространиться туда на этот под на этот под тем самым уменьшить нагрузку сделать его так сказать отказов срочевым а ingress это получается точка входа в наше приложение то что мы сейчас разбираем это как раз NGINX так я советую на самом деле поднять мини куб и попробовать читать немножко про хелли чарты там есть одна команда хелли create чарт то есть создание чарта вы создаете изучаете смотрите что это но без знания стандартных манифестов таких как сущности как под деплой реплик я пока не советую вам бежать за хельмом если у вас нету базы в виде ну кубернете из чего стоит может порог не как я в принципе сказал ну по моему личному опыту на самом деле хельм чарт лучше учиться стандартных тасках в джири есть задач решили если что задаем вопросы так цели вебинара вы узнаете как реализовать методологию си сиди мы сегодня провели немножко демо реализации си сиди немножко разобрали получается континент интегрэйшн континент delivery континент deployment вот разберем стратегии деплоя на стенд да мы в принципе получается сегодня разобрали стратегии деплоя также мы получается немножко смотрели что есть разные стратегии это все конечно зависит от стенда куда мы будем деплоиться виртуалки может быть контейнеры может быть чисто на серваке может быть какой-то оркестратор узнаем как писать надежный пайплайн ну мы сегодня просмотрели маленький отрывок из пайплайна дженкинса но он очень такой элементарный в виде врагов в виде получается агентов для дженкинса это все нужно разбирать на самом деле на практике процесс обучения в отусе и знакомство с курсом процесс обучения обучение проходит онлайн по вечерам у нас в отусе все записи занятий и материал сохраняется в личном кабинете навсегда то есть можно не переживать что прошел потом получается твой твои материалы которые упорно проходил просто будут потеряны нет они останутся всегда можно посмотреть по каждому домашнему заданию преподаватель дает раздорный фитбэк отвечает причем очень быстро ну или как минимум стараемся вот в чате можно уточнить моменты которые были непонятны на уроке мы только рады спасибо вам мне очень приятно время на обучение так получается от 4 академических часов на занятия и 4-8 часов на домашнюю работу в неделю программа обучения на курсах обновляется каждый запуск мы пытаемся на отусе получать фидбэки от учащихся если им что-то не нравится то мы обязательно получается пытаемся поменять курс как-то его улучшить мы улучшаемся и мы обучаем и стараемся обучаться сами вот с вашей помощью также мы получается принимаем всякие заявки по технологиям то есть многие люди вот у меня например есть сторонники коллеги он для дженкинса не принимают гитлэп от слова совсем вот ну как-то так кому-то кому-то ебаш хватает программа немножко познакомиться с программой ботуси общая программа курса это девуш необходимая необходимость меняться потом получается там уже поподробнее про реализацию CICD контейнс декрэйшн контейнс delivery с использованием докера контейнеризация и оркестрация вот оркестрация будет в кубернете вот там как раз есть очень хороший курс по хэм чарту поднимаем получается свой кубер и потом деплоим туда свое приложение вот управление инфраструктурой и конфигурацией получается следующее мониторинг и логирование у нас есть тема по обсервабилити по платформе наблюдаемости как именно выстраивать правильные и хорошие практики под словом мониторинг мы подразумеваем это метрики это получается логирование это трейсинги это приметеус это забикс ну конечно отрисовка вебморда это графано под логированием это или стандартная елка елка стэш или вот opensearch открытая с открытым исходным входом елка либо трейсинг трейсы джаггер ну и проектная работа наши преподаватели получается Станислав свеков владимир дразденц дразденц сложная фамилия на самом деле тимур очень хорошее имя мне уже нравится и илья все преподаватели являются девопсами с хорошим опытом которые знают о чем они рассказывают имеют фидбэк в крупных компаниях ну и немножко рефлексии поговорим получается о том что мы прошли и может быть у кого-то какие-то вопросы остались мы только рады получается обратной связи если вопросов нету то ставим минусы в общем создаем получается работу общение так ни плюсов ни минусов не видим понял вопрос не имеем спасибо вам александр спасибо вам сергей так что у нас и слайдов дальше мы уже подходим так цели уже вроде как были и следующее о курсе девопс практики инструменты тут описано получается старт обучения когда будет тут описано получается следующий урок сейчас даже подскажу что за следующий урок будет если если не ошибаюсь так сейчас расскажу 26 июня мой коллега Григорий Ланцов рассказывал про губернетис как раз воды контроллеры реплики и службы это уже прошло 26 июня я думаю что вебинар открытый можно будет найти в интернете распаковываем сегодня у газоланин тимура стратегии для эффективной разработки и 23 июня будет у Рустема Галиева мониторинг в соответствии с девопс практиками то есть он будет рассказывать про обсервабилити как выстраивать мониторинг вот если что мы будем очень рады вас видеть 23 так все спасибо за внимание так если что получается я скину в чат так давайте получается немножко поговорим есть ли какие-то вопросы буду рад ответить вопросов не имеем или будем завершать очень хорошо на самом деле сказали сергей написал вопрос появится в процессе изучения не обязательно появится вот будем ждать так 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 что я думаю на самом деле можно и прощаться на сегодня если что будем ждать вас демо 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 урок провели если конечно у вас остались вопросы буду рад ответить если нет будем завершать вам большое спасибо екатерина что пришли на наш получается демо урок так это получается запись да будет обязательно это получается администратором все тогда получается завершаем наш получается урок большое вам спасибо до скорых встреч до скорых до скорых до